поселок яблановский как правило выбирают те кто хочет немножечко сэкономить ведь считается что жилье здесь на порядок дешевле чем в краснодаре сам поселок относится к адыгеи однако от краснодара его отделяет всего лишь одноименный яблановский мост поэтому многие местные жители ездят на работу в кубанскую столицу кстати они отмечают что порой дорога отсюда до центра краснодара занимает гораздо меньше времени чем из одного района в другой узнаем так ли хорошо здесь жить на самом деле живу и европейском поселке яблановском дом строится дома проходят но вода страшная в нашем районе а что с водой она во первых представьте грязная ужасно желтизна на каждый день дома построены видимо там было болото и построена и говорят что глубина скважина это было очень небольшая поэтому такая вода покупать или не покупаем воду с вот этих аппаратов по 5 рублей ну как бы там не было так принципе жить можно цены приемлемые если не секрет почему выбрали жилье именно в яблановском понравилось в этом районе квартира планировка неплохая кухня 16 квадратов двухкомнатная квартира и цена цена приемлемая была поэтому и взяли остановились а по пятибалльной школе как бы могли оценить поселок поселок честно говоря 4 не дотягивает немножко не дотяги ну кое-что конечно есть отрицательные нюансы подробности не буду вдаваться ну есть плохо то что гулять негде вот это плохо вот детей вывезти куда-то вот это именно вот это место где дети на велосипедах катаются тут фонтан как-то жалко что вот это а вот такого места побольше чтобы было разгуляться вот этот сквер он единственный здесь вот этот май что у нас есть не облановки это очень мало а как вообще поселок по пятибалльной шкале можете оценить а почему выбрали мы выбрали именно здесь жилье ну как городе я не хочу действительно я хочу здесь потому что здесь больше воздуха меньше машин ну не знаю сейчас вроде бы здесь людей больше стало приезжих много машин много тоже все равно поселок есть поселок и воздух действия луют по-другому чем в городе если честно да я не хочу в городе не здесь больше все хорошо вроде бы здесь магазинов очень много только единственную промышленных товаров мало это например каких ну дешевых что-то одежду какую-то продавали вот открыли магазинчик а так вроде нормальный хороший поселок а как бы по пятибалльной шкале могли оценить поселок по пятибалльной скопили вольны это но я думаю 4 можно вполне по близко от города хорошо хорошо то это плюс минусы канализации вообще нет по частично или в старом секторе в старом секторе данная а инфраструктура доступна школы и садики больница места где погулять с ребенком вот где погулять да и не хватает с больницами все нормально да со школами тоже все хорошо и тем более еще новых строят много чего можно было бы улучшить и дороги можно было бы улучшить и то что ну как бы в подтопляемость большая топит до после дождей да конечно некоторые районы прям кем сильно топит например вот здесь вот во дворах топит там возле поликлиники тоже во дворах топит уровень воды очень сильно поднимается администрация во время воду откачивает когда по-разному бывает по инфраструктуре магазинные школы садики поликлиника вот садиков и школ конечно не хватает потому что она как бы детей и слава богу много и приезжих и местных детей очень много но а в принципе мест и в садиках и школах очень мало то есть в группах 40 по 50 человек что в садиках как бы что в классах тоже по 40 человек то есть переполненность как и в краснодаре она присутствует да конечно школы также переполнены переполнены абсолютно поликлиника есть поликлиника она есть но как бы до нее дозвониться добраться записаться к врачам очень тяжело по пятибалльной шкале как бы могли поселок оценить на троечку а почему выбрали же именно здесь если не секрет родилась здесь как бы поэтому покоренная жизнь поэтому и живу здесь минусы это нету парковой зоны вот ну тротуар у нас уже более-менее улучшили вот это хотелось бы конечно какой-нибудь либо сквер вот для детей для прогулок либо парк почему здесь решили же почему здесь выбрали жилье как сказать более наверное здесь как сказать поселок все-таки не город поспокойно так можно сказать не пожалели вы ну пока нет а по пятибалльной шкале как бы могли оценить жизнь еблановском на троечку плюсов много уже на данный момент потому что уже развивается инфраструктура достаточно много для детей садиков допустим частных появляется всяких развивашек но самый большой основной минус это нет скверов у нас никаких то есть погулять негде да то есть площадок достаточно много для деток да но вот именно выйти да куда-то подышать воздухом где более-менее озеленение будет такое нормальное ну у нас в поселке этого не хватает мне кажется а по пятибалльной шкале как можете оценить поселок на три с половиной наверное садики переполнены садики переполнены да как бы соответственно вот здесь с детками мы большую часть времени вынуждены сами справляться без садиков да и поэтому соответственно и заболеваемость высокая да поэтому как бы до садики переполнены очень сильно а что нравится в поселке чистота здесь все наверное а что не нравится что хотелось бы улучшить парковки очень мало места машина в негде встать даже ну мусорку бывает не вывозят с этим проблемам ну и так принципе все по пятибалльной шкале как бы могли оценить сам поселок 3